Результатом прошедших выборов в Государственную Думу победителями по трём одномодатным округам стали Олег Димов, Андрей Никеев и Виктор Завардин. Все они являются членами партии «Единая Россия». И если в прошлом созыве в федеральном парламенте работал только один представитель оппозиционной партии Сергей Катасонов, то в этом их не будет совсем. Все четыре человека от партии власти. Кстати, имя четвёртого списочника так и не назвали главные претенденты экс-мэра Владимир Ильиных и президента Орибурского кадетского училища Татьяна Машковская. Олег Димов заверил, что работы будет много, так как есть ряд идей об улучшении жизни граждан в муниципалитетах. У нас сегодня и районные центры практически выпали из комфортной городской среды. Да, они ушли у нас в развитие сельских территорий, но считаю, что правильно было бы, чтобы всё-таки районные центры имели право участвовать тоже в проектах на комфортную городскую среду. Регламент Государственной Думы будет в том же виде, в каком сейчас. Это три недели в Москве и одна неделя региональная, то буду стараться максимально работать региональную неделю здесь. Ближе всех к мандату из оппозиционеров был представитель КПРФ Сергей Романенко. По 21 округу Виктор Заварзин обошёл его на 9% голосов. Коммунисты уверены, результаты не объективны. И главная причина, по их мнению, это результаты работы Заварзина в прошлых созывах. Ну почему, допустим, длительное время, когда Заварзин, будучи председателем комитета по обороне в Государственной Думе, было допущено вопиющее разграбление вооружённых сил. Фактически ликвидация оборонных предприятий, находящихся на территории Восточного Оренбуржья. Они примут участие и в дальнейшем ужесточении многих законов, которые могут повлиять на свободу слова, на свободу собрания, на свободу общения с разными политическими структурами. Теперь уже депутат Госдумы Андрей Никеев будет работать в аграрном комитете. Его главная задача – развитие сельских территорий в Оренбургской области. Он завидел, что будет поддерживать и городские агломерации – большие и малые. Наша регион уникальный. У нас 40% сегодня территории находится, население проживает в сельской местности. У нас 1700 сегодня сёл. Я вижу там огромные точки роста. Там у нас огромный большой потенциал. И не только, ещё раз повторяю, для развития сельхозпредприятия, но и развития территорий. Мы должны сохранить всё ладо. Под вопросом остаётся четвёртый кандидат на депутатское кресло в Госдуму. Если им действительно станет североураль с Владимир Ильяных, возмущение оренбуржцев будет на пределе, уверен Сергей Романенко. Наверное, люди назовут это очередным плевком в общественное мнение жителей города Оренбурга. Если он получит. Если мягко назвать поведение Ильяных как политика, то это громадное пренебрежение к мнению народа. Наш регион также будет представлен ещё одним депутатом по партийному списку, партия «Единая Россия». Региональная группа этого избирательного объединения в нашем регионе получила мандат. И в дальнейшем ЦИК России примет соответствующее решение о формировании, о регистрации депутатов Государственной Думы, избранных по единому избирательному округу, по федеральному. Политологи отмечают, что в обновлённом составе парламента появилось много новых лиц. Так, среди 450 избранных депутатов 8-го созыва 220 человек получили мандаты впервые. Кроме того, уже спустя долгое время первый раз в парламенте будет сформирована пятая фракция «Новые люди». По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это ещё один успех российской демократии. Уже 12 октября состоится первое заседание Госдумы 8-го созыва. До этого времени в ЦИК должны перераспределить мандаты по партийным спискам, после чего и станет известно имя четвёртого депутата в Госдуму от Оренбургской области. Ванесса Бетерс, Андрей Булатов, Городской телеканал ЮТВ.